Укреплять экономику и социальную сферу, улучшать качество жизни людей, повышать обороноспособность страны. Такие задачи сейчас стоят перед всеми органами власти, в том числе и перед местным самоуправлением. Об этом глава Самары и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина рассказала, озвучивая свой доклад о результатах работы местного самоуправления в регионе в 2023 году на 19-м съезде совещательного органа. Одним из важнейших направлений в работе в этот период стала поддержка бойцов, находящихся на спецоперации и членов их семей. С самого начала боевых действий администрации городов, районов и поселений, а также местные сообщества оказывают посильную помощь от сбора и отправки гуманитарных грузов с различным инвентарем до психологической помощи. Пока наши защитники выполняют свои задачи в рамках специальной военной операции, мы заботимся об их семьях. По поручению губернатора на каждую семью военнослужащих созданы социальные паспорта. Закреплены кураторы от муниципалитетов. Также города и районы самым активным образом включились в реализацию проекта «Возвращение», который родился в Самарской области, получил поддержку президента и известен уже во многих городах страны. Продолжается и реализация важнейших национальных проектов, инициированных президентом России. На выделенные средства строятся детские сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта, ремонтируются дороги. Активно преображаются общественные пространства и дворы во всех городах и районах области. Развивается и инициативное бюджетирование, когда сами жители определяют проекты благоустройства тех или иных мест и активно участвуют на всех этапах их реализации. В 2023 году Самарская область вошла в топ-10 регионов в этом направлении. Следует отметить, что инициативное бюджетирование в Самарской области в 2023 году получило и дополнительное развитие. Впервые был запущен проект школьного инициативного бюджетирования. Суть состоит в том, чтобы вовлечь обучающихся и их родителей в решение вопросов расходования части средств школьного бюджета на улучшение школьной территории и инфраструктуры. Активная работа органов местного самоуправления в Самарской области находит положительную оценку и на федеральном уровне. Несколько человек получили звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Региональные проекты становились победителями конкурсов и премий. Самарские муниципальные служащие обязательно становятся участниками различных форумов по обмену опытом. Мы продолжаем реализацию действующих и включаемся в реализацию новых национальных проектов. И благодарим президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за понимание проблем на местах и направление новых ресурсов на их решение. К участникам съезда обратился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Поздравляя представителей органов местного самоуправления с профессиональным праздником, он отметил, что в последние годы муниципальная власть столкнулась с несколькими проверками на профпригодность. И особые навыки, такие как сопереживание, ответственность, искреннее стремление сделать жизнь земляков лучше, помогают решать самые сложные задачи в непростых условиях. Мы уже не первый год работаем в режиме полной мобилизации. Оперативно реагируем на беспрецедентные вызовы, требующие профессионализма, патриотизма истинного творческого подхода, полной самоотдачи, высочайшей организованности. Также на съезде главу Самары Елены Лапушкину переизбрали на должность председателя ассоциации. А в завершение лучших специалистов местного самоуправления отметили федеральными и региональными наградами. После чего собравшиеся возложили цветы к вечному огню, отдавая дань памяти тем, кто отдал свою жизнь, защищая страну. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.